Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня 29 ноября, понедельник. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании Instaforex, логотип которой с большим любопытством вы рассматриваете у меня за спиной на ежедневной основе. Итак, сегодня интересный праздник Киберпонедельник. Это маркетинговое название понедельника, которое наступает после Черной Пятницы. И является ее продолжением, но уже не живых, обычных магазинов, а в сети интернет. Это время онлайн распродаж, когда интернет-магазин предлагает товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома. Вот такой вот Киберпонедельник сегодня. Поэтому отпразднуйте, не скупитесь. Но части Киберпонедельники в трейдинге дело такое, не самое профитное. Но есть кое-какие торговые идеи на сегодня, мы их обсудим. Итак, что интересно на сегодняшний день? Что я сегодня написал? Газа всем не хватит. Интересная статья. На самом деле, два крупнейших поставщика на мировом рынке, Катар, говорит о том, что уже некуда наращивать добычу, все на максимумах. Россия еще хочет, но не может. Никак не запустят они свой Северный поток-2. Но в любом случае, все это нагнетает дефицит на рынке. Он, конечно, откатил, но, возможно, это коррекция в рамках какого-то большого роста. Будем наблюдать. Что интересно, в пятницу, в пятницу бакс везде просел глобально. Ну, началось на самом деле все это чуть раньше. И я об этом говорил, и мы сегодня тоже это затронем. Но новости о новом жутком штамме коронавируса в Северной Африке. Он прям потревожил рынки. И СНП обвалился, и NASDAQ. Все попадало, бакс просел. В общем, такой серьезный удар, от которого можно зацепиться в трешке, например, по евро-доллару сейчас и по многим другим инструментам. И об этом, собственно, торговая идея техническая. Евро-доллар. Ланги с опорой на пятничный импульс. Давайте перейдем к графикам и посмотрим. Так, начнем мы с золотом. Золото. Что интересно по золоту? По золоту прям дилемма. Дилемма. Смотрите. Многие, многие ребятки хотят продавать от импульса, который был в пятницу. Очень странный импульс такой, но он был. В чем фишка? Фишка. Фишка в том, что этот импульс, ну как минимум в Инстафорекс, можете проверить других, не пробил основание 24 ноября. То есть, осталось двойное дно. С другой стороны, импульс, который прошел у нас в пятницу, обновил такую небольшую площадочку. Здесь, да, ну я имею ввиду по 22-23 ноября. То есть, это вершина вот этого дня, 23 ноября. То есть, казалось бы, надо бы в шорты, и можно натянуть фибоначчи, да. Фибоначчи мы уже стоим на полтинничке. Вот такое, такое дело. Вот. На дневках, на дневках это прям такой вот серьезный забор из баров. Вот. И есть куда падать. С другой стороны, откат, который произошел в пятницу. В пятницу не достигшись от первой фибы, ну от вот этого мощного падения. И на самом деле, прям дилемма с золотом, не знаю. Дело в том, что вечером большое количество разных речей, начиная от Лагард, Пауэлла и заканчивая Кларидой. И все будут вещать после 18.00. Конечно, они потрясут рынок здорово. Почему? Потому что, ну, я думаю, все они будут успокаивать рынки, в том числе и Пауэлл после обвала, да, фондового рынка. Да, там, после страхов, особенно, когда был сокращенный день, да, после дня благодарения. И я думаю, что сегодня всех будет успокаивать. Поэтому запаситесь терпением, как минимум, до американской сессии. И это лучший совет для тех, кто хочет потредить в понедельник, в любой понедельник. Ну, а этот понедельник необычный. Вот. Поэтому по золоту, конечно, есть цели, но дождитесь пятницы. Золото прет. Почему я еще так аккуратен с шортами по золоту? Дело в том, что валютные инструменты не коррелируют с этой идеей. Ну, в принципе, то, что золото не коррелирует с валютами, уже, я думаю, все привыкли к этому делу. Но это, на самом деле, немножко странно. Дело в том, что такие вот инструменты, как евро-доллар, либо доллар-иена, видно, что бакс прям здорово везде просел, здорово. Доллар-иена вообще просто отвесно упала, отвесно, и летело два дня, там, только держись. Ну, не два, да, но вот всю пятницу просто обвальное падение, начиная с азиатской сессии. И цели есть внизу. То есть, я бы сейчас сконцентрировался все-таки не на золоте, странном золоте, хотя цели есть, и мы, в принципе, стоим в интересных местах. Еврик меня тоже тревожит в том плане, что пятничный импульс – это поглощение. Поглощение за евро-доллар поглотил прям очень много баров. Раз, два, три, четыре с половиной бара. В принципе, логично поработать в лонге. И сегодня я писал про эту идейку. Она заключается в том, что у нас вот, ну, на части хорошо видно вот эту шортовую тенденцию. Есть импульс, который уже ее нарушил. Соответственно, если вы натянете Фибоначчи на вот этот импульс, то вы видите, что Еврик тестировал полтинчик сегодня на Европе. И вот эти вот покупочки, которые связаны не с силушкой евро, а со слабостью доллара ко всем, ну, как бы ко многим инструментам, это все может зародить вот сюда трешечку, ну, трешечку вот сюда, а рядом уже находятся наши искомые лонговые потуги, да, где могут стоять стопики продавцов, и можно дотянуться сюда, удлинив свой тейк-профит. Вот такой вот планчик у меня по этому инструменту. С другой стороны, да, хочется золотишко как бы в шортюкать, да, но серебро, серебро, у нас большой план по серебру в лонге. Напоминаю, да, что как бы в рамках недельной истории, да, вот хотелось бы увидеть вот такой вот сценарий вот сюда. Вот, и я в пятницу серебро покупал уже вечером, не мог дать вам рекомендацию вот эту, потому что было поздно. Вот на обновление вот этого минимума я стал поднабирать, поднабирать в лонге, потому что я видел, что валютки подрастают. И в принципе я за продолжение вот так, вот так. И это как бы слегка не коррелирует с продажей золота, поэтому не знаю, что вам посоветовать с золотом. Я пока не трогаю, чуть-чуть затарился от полтинчика евриком и стою в лонгах по серебру. Посмотрим, чем закроется понедельник и речи Лагард, Паула и Клариды. Ну, платина на этом фоне выглядит так печальненько относительно других инструментов, но напоминаю, что она продолжает находиться на 50% откате от годового движения февраля 2020 года. Мы находимся на половине. Фунт-доллар, фунт-доллар, тоже пятницу закрыл хорошо. Откупочки прошли интересные. На дневках, на дневках, с точки зрения охоты за стопами, у нас, ну, максимум, на что мы можем рассчитывать, это на пробои самой пятницы, потому что других интересных зон нет. Что еще такого? Инструмент продолжает находиться в нисходящей тенденции. Слома, слома ее пока нет. На часе, на часе слом может появиться по большому счету, но я думаю, что это должно быть только выше вот этой зоны. Ну, это классический уровень поддержки сопротивления. Если вы хотите купить фунта, то делать это нужно где-то вот здесь. В идеале, в идеале, вот этот импульс, который может произойти, чтобы он, ну, вот, хотя бы вот этот не пробил, чтобы у вас осталась площадка, для того, чтобы вы могли за ней поохотиться. Соответственно, зона рентабельных покупок находится вот здесь, потому что вы будете стопиться где-то за импульс, может быть за этот, может быть за этот, ну, и вот в эту сторону. Но, на самом деле, инструмент пока такой рыхлый, каких-то классических сломов нет. Но то, что я хочу, что я хочу сказать, это вот примерно вот такой сценарий, да, то есть у вас какая-то тенденция, вот, крайние минимумы, импульс, откат в зеркало и дальше движение по площадкам, в которые вы верите. Вот такой вот месседж. Доллар и иена. Доллар и иена, собственно, очень интересный инструмент. Сегодня, это у нас часик, да, сегодня такие вялые движения, вот, я ожидал в пятницу, что все-таки вот этот минимум не добьют сразу, но в пятницу его прошили сильно. Сейчас у покупателей в доллар и иене есть единственная возможность спрятать свои возможные риски за 112.700. Вот этот минимум, это минимум 9 ноября. Соответственно, у нас есть такой сломчик неплохой, вы можете начертить либо по ускорению вот этого движения, либо по старому. По старой трендовой, но в любом случае инициатива есть и покупатели сейчас дрожат за 117.700. Соответственно, какой план? План такой, что хочется продать, но продавать сейчас дорого, не выгодно, скажем так. Поэтому я предлагаю дождаться отката вот в эту зону между 60 и 50 по FIBA. Если дадут вот сюда откатик, тогда можно продавать вот сюда. И у вас, допустим, с рисками, ну, примерно там 120 пунктов, 100, первый тейк вот 100, а второй вот здесь уже 150. Вот это было бы правильно. Вот эти импульсы, что по евро, что по доллар и иене, они тогда уже закроют свои трехволновки, и можно считать эти идеи отработанными. Доллар-каналец. Доллар-каналец в пятницу пережил, в принципе, нормально. Нормально. Это, по-моему, один из единственных инструментов, мажорчиков, который, ну, никак особо не реагировал. Почему так произошло? Потому что падала нефть. Падала нефть, и падали американские доллары. Как вы понимаете, если у вас числитель падает, и знаменатель падает, то частное отделение этих двух участников не приносит каких-то тенденций. И вы должны это понимать и не удивляться тому, что вот так вот бывает. Если бы, к примеру, у вас доллар укреплялся, а нефть падала, вы бы видели вот такие вот мощные тенденции. Но так как доллар, скажем так, скомпенсировал канадца, поэтому здесь не было никаких веселых историй. По этому инструменту пока ничего, трендовая фаза продолжается. Покупать здесь дорого, продавать неправильно, поэтому здесь мы не трогаем. Переходим к нашим кроссовым инструментам. Канадец иена. Канадец иена здорово просела на падение нефти. Инструмент дал импульс вниз. Те жадные трейдунишки, которые продавали так же, как и я, и дожидались каких-то глубоких целей. Можете закрыть позицию, порадоваться прибыли и поставить лайк под этим видео. Пока новых рекомендаций нет, зоны наших интересов в сеточном плане. А кросс-курсы мы торгуем сетками, и я рекомендую это делать в рамках моих обзоров. То есть все кроссы, которые я показываю, все торгуются сетками с шагом 50, ну максимум 30 пунктов по четвертому знаку. Франк иена. Франк иена тоже пробивалась, но пока здесь неинтересен инструмент, потому что прошел он здесь мало совсем. Какие-то тут 3000 пунктов. Будет подрастать, будем подбирать в шорты, ланги пока даже не вижу, где ставить, пока не трогаем этот инструмент. Канадец Франк. Канадец Франк тоже, ну все канадские инструменты здорово дернулись. Ну опустится ниже, будем подлавливать внизу, благо на то у нас есть ловушечка. Новозеландец Канадец, очень хочу его купить. Наверное, самый ожидаемый мной инструмент, это Новозеландец Канадец. Он, конечно, вот теханализ включать по кроссам неправильно, но мой взгляд постоянно падает на площадку вот здесь, в районе какого у нас уровня, 80. Давайте его начертим, и он сразу у нас появится. Это уровень 85-600 примерно, то есть, ну вот здесь, да, может быть, может быть, даже начну покупать его вот здесь, вот здесь. Это уровень 80, ну 85-600 фактически, это круглячок. До него осталась ерунда на самом деле. Ну, соточка, соточка. Вот, и здесь буду встречать его дружной сеткой лимитных покупок. Инструмент очень качественный. Напоминаю, что это один из немногих, который пережил кризис 20-го года с наименьшей волатильностью, наименьшей, и после которого он не запилил безоткатный тренд, как сделал, допустим, Ауди Канадец или другие инструменты, он давал, прощал все ошибки, которые только можно для сеточного трейдунишки. Идем дальше. Доллар-франк, доллар-франк, как ни странно, этот инструмент тоже торгуем сетками, потому что у него есть такая особенность. Доллар просел, как видите, да, ну и доллар-канадцы дал поглощение. Для тех, кто все-таки продавал на пробое двухмесячной давности, ну, скажем, в рамках нашего, нашего же им, сеточного метода при пробое крупных экстремов, те заработали денежек, я не стал сюда лезть, я все-таки хочу больше крови продавцов выше, выше, какой-то у нас, ну да, выше текущего года, вот, если 21 пробьет, по хайм буду продавать. Ну, вот такой вот я человечек. Так, ауди-кат, ауди-кат, дал денег, дал денег нам, пробивал лая, лая, те, кто купил, те, кто купил, там в плюсе, там на тридцаточку, плюс-минус, если ауди-кат, если вы купили ауди-кат, и он будет расти, а такое возможно, и вы зацепились всего-навсего одной сделочкой, как я вот здесь, и вам дадут плюс 100 пунктов по четвертому знаку прибыли, а это произойдет, ну, примерно, примерно вот здесь, вот здесь, ну, где-то вот здесь, то закрывайте прибыль, радуйтесь день, радуйтесь деньгам, тратьте их, потому что вам сегодня киберпонедельник, я думаю, не последний, австралийц-новозеландец, пока спит на лоях, но я хочу его купить, опять же, набрать, сеточка ниже 1,07, вот, здорово, он откупался, пока, пока неинтересен, евро-кат, дал заработать многим, в том числе и мне, поздравляю, тем-то участвовал, сейчас пока этот инструмент неинтересен, что интересно, свою площадочку даже вот здесь пробил, ну, как бы то ни было, если он будет снижаться, такое возможно, мы его будем снова подбирать внизу, очень хороший инструмент, но надо понимать его волатильность, он очень волатильный, вот, но так как он, в принципе, живет на лоях, то при пробоях можно подбирать его ланги с большим энтузиазмом, нефть, 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 как видите, в пятницу, в пятницу, просто провал гигантский, сегодня, сегодня азиаты слегка откупили, вот, ну, для кого-то хорошо, кому-то плохо, но доходило тут до 67, вот, напоминаю, что недавно она стоила 85, а это как бы, нифига себе, 20 долларов, да, но это 30 процентов стоимости, обвалы, конечно, сумасшедшие, сумасшедшие, но мы, конечно, в этом не участвуем, но через кроссы мы отрабатываем, канадские кроссы мы отрабатываем эти идеи, доллар, рубль сегодня открылся, сегодня открылся, даже каким-то гэпчиком вниз, это, это все слабость американского доллара, которая по всем, по всем рынкам прошлась косой, прошлась косой, и баксик подсел, подсел и помог нашему рубрику не ударить в грязь лицом очередной раз, но в любом случае, как вы знаете, под новый год, доллар, рубль, периодически может стоить и 100, и 150, ну, вот, такое бывало, вот, впереди у нас новый год, не буду никого пугать, так, битточек, битточек, у меня здесь стоят вражеские индикаторы, которые я использую для написания статей, битточек, подрастает у нас, корректусики такие, прошли, вот, но, что, последние, вот, несколько часов, там даже был какой-то рост, ничего пока по этому инструменту не прогнозирую, особо, особо не интересует меня, кроме, вот, эфирчика, эфирчик я закрыл в пятницу, нет, не в пятницу даже, да, какого, давайте, что наши валютки-то торгуются, вернее, монетки вот эти торгуются, и на выходных в том числе, я закрыл его 26-го, в пятницу, вот здесь у нас пятница, да, это все, это суббота, это воскресенье, это понедельник, воскресенье подросли, все это здорово, но я так помню, что 29-го, это то есть сегодня, да, сегодня у нас какие-то новости должны быть с Индией, вот, и возможно какой-то инсайт уже просачивался, но что хочу сказать, я закрыл эфирчик в пятницу, вот здесь, ну, и в принципе писал на форуме об этом, то есть на Блаз инициативу, у нас был откатик, вот здесь, очень глубоко мы залетали на 38-ю, я продавал здесь, продавал здесь, и вышел в итоге на пробой основания импульса, но в своей статье я писал, что лучше выходить на, ну, не то, что лучше, а зафиксировать прибыль можно вот здесь, то есть по 38-800, и цена сюда еще не дошла, может дойти, конечно, вот, но я вышел здесь, почему, потому что есть у меня такое наблюдение, что если, если рынок проходит, на ваш тейк-профит, с гигантской волатильностью, то есть с большим АТРом дня, ну, грубо говоря, там, допустим, ваш инструмент ходит в день по, по 50, ну, по 100 пунктов, ходит в среднем в день, и тут вы видите, что сегодня за день инструмент прошел уже 300, и сейчас обновляет, ну, допустим, какой-то важный экстремум, вот здесь, да, ну, не вот этот важный, а вот основание импульса, то есть АБЦ, и у вас получается, до основной площадки, всего-навсего, тут ерунда остается, вот, но при этом вы понимаете, что это все на повышенной волатильности, то есть на, на краях АТАРа вашего, то есть средний ход уже прошел уже давно, и могут начаться фиксы, вы можете потерять, соответственно, лучше выходить при этом, и наоборот, если возле уровня происходит наторговка серьезная, то скорее всего это будет пробой, и вы можете, ну, удержать позицию, поэтому вот, месседж такой, если держите, и за сегодня прошли много, и что-то пробили важное, лучше, как говорится, синиться в руках, чем дятел, ну, сами знаете, где он бывает, но с другой стороны, с другой стороны, биточек, вернее эфирчик, эфирчик подтвердил вот эту историю, вот эти уровни, да, и я думаю, что вполне, вполне сегодня, сегодня, завтра, плюс-минус, два локтя по карте, мы можем отсюда влететь, вот, поэтому ожидаем, к тому же, конец года, друзья мои, сейчас начнутся крупные фиксюля, то есть, фонды, банки, крупные игроки, просто начнут закрываться, почему, потому что надо своим инвесторам показать, какую-то доходность, либо перекрыть косяки, других инструментов, и могут прям, прям, в это время не стоит покупать криптовалюту, вот такой, то есть, лучше работать, на мой взгляд, на понижение, из-за возможных фиксов, а крипту уже втариваться нужно после нового года, когда начнут собирать новые портфели управляющие, и вкладываться уже с откатов, вот, в такие вот истории, аэрофлот, стою у трапа самолета, была такая советская песня, что у нас, пятницу закрыл, очень печально, падала нефть, падали все индексы, падал аэрофлот, ну, на то он аэрофлот, у него есть крылья, чтобы, возможно, потом взлететь, интересная ситуация, на самом деле, ценник, конечно, шоколадный, купить по 61, да, вот, представляете, когда Герчик бил себе пяткой в грудь в семнадцатом году, и кричал, покупайте на 10% от своих доходов акции аэрофлота, и мы все верили ему, я не говорю ничего плохого в его адрес, просто, ну, такой у него стиль, как бы, ведение аналитики, и это все было по ценам 200, к примеру, вот, то никто не думал, что можем, можно купить и по 60, как сейчас, ну, ну, что интересно, цены шикарные, шикарные, и если бы я был обычным инвестором, то, наверное, даже присматривался бы к лангам в этой зоне, потому что, ну, скажем, до 50, до которых осталось всего 10, ну, это ерунда, потому что цели, ну, аэрофлот неплохо себя чувствовал, даже вот, вот, 18-19 год, в районе соточки, если вы купите по 60, вы идите по 100, ну, тоже неплохо, вот, ну, я хочу принципиально купить по 50, и все, вот такая у меня дурацкая позиция, так, что у нас, рипл, рипл, тоже спит на лоях, тоже интересная ситуация по риплу, смотрите, сверху цели, ну, можно сказать, что это какие-то такие наклонные песни, снизу, снизу треугольник другого плана, из которого он уже вылез, понимаете, уже вылез, то есть, это расторговочка на низ, с другой стороны у нас есть, вот здесь, тоже, тоже граница, то есть, граница на границе сидит, границей погоняет, в этой ситуации, ищите лучших цен, ищите лучших цен, я понимаю, конечно, хочется закупиться дешевыми монетками, но еще раз говорю, друзья мои, делать это лучше после нового года, если вы рассчитываете на какие-то долгосрочные перспективы, то же самое касается догика, догик, я понимаю, тоже спит внизу, но у него есть, вот, тоже площадочка, и, все, что хочу я, просто купить его, дешевле всех, то есть, ну, пусть подешевле 0.16, вот, если он так будет стоить, а это может быть легко, опять же, на фиксах новогодних, просто хочу так купить, для того, чтобы чувствовать себя хорошо, скажем так, благо, есть чем торговать, друзья мои, инструментов масса, просто масса, кстати, что там с лирой, с лирой, а, лира, лира продолжает умирать, ну, если вы видите, доллар, лира, то, значит, лира умирает, да, но торговать ее до сих пор нельзя, и это печаль, печаль, переходим к ответам на вопросы, на этом канале, по пятничному видео, поехали, поехали, значит, благодарность за просвещение, нас действительно очень нужно, сколько нечисти развелось, на этом поприще, люди теряют последний, искренне жму руку, с нетерпением, жду каждого четверга, да, напоминаю, что каждый четверг у нас проходят мастер-классы, которые даю я, вот, и они находятся на YouTube-канале Instaforex, и один из крайних прошел четверг, под номером 6, вот она ссылочка, на разгон депозита, мастер-класс Андрей Шевченко, можете погуглить, посмотреть, все это находится в открытом доступе, что невероятно, насчет нечисти, нечисти много, да, ну, что поделать, дело в том, что отличительной особенностью моих методик является то, что они все бьются в симуляторе торговли, если вы рано или поздно к нему придете, то качество вашей торговли, конечно, повысится многократно, то, что люди теряют последнее, ну, так устроен, так устроен человек, к сожалению, буду я или не будет меня, люди все равно будут терять последнее, так устроены игромания, Ольга Воробев, спасибо за обзор, мастер-класс, пожалуйста, Сан Саня, спасибо за обзор, у меня вопрос по сеточному методу, почему нельзя покупать, когда остается 10-20 пунктов до пробития минимум года месяца, если она пробьет минимум, то пойдет по нашему плану, а если не пробьет, то будем в плюсе, но это неправильно, опять же, Сан Саня чувствуется ваше отсутствие опыта в использовании симулятора, если вы будете где-то чуть раньше, где-то чуть позже, а тут я просто решила так зайти, а здесь я по скользящим, а здесь по магди, тут по шмагди, тут по стахастику, потом по блохастику, потом по уровню Гана, Дона, Педро, и так далее, то у вас будет каша в голове, если у вас будут четкие, четкие правила захода, то у вас в голове будет порядок, а это самое главное, Максим, доброго дня, Андрей, благодарю за рабочие идеи по красам, за семинар отдельный респект, снимаю шляпу, в воскресенье искал 50% откат, и хочу услышать ваше мнение по Евро Новозеландцу, на дневке увидели привлекательную картину, спасибо, Максим, хоть и смотрит мастер-классы, но, наверное, не в курсе, что лучшие отработки импульсного торговли, это инструменты евро-доллар и золото, и евро-новозеландец, ну, ну, совсем не евро-доллар и золото, и 50% откаты, это из области импульсного метода торговли, где лучшие инструменты два, евро-доллар и золото, которые торгуют большинство людей, евро-новозеландец, я так понимаю, это ближе к красам, кроссы мы торгуем сеточным методом торговли, и там 50% отката не нужно искать, там нужно искать сильные проходы, понимать средний безоткат этого инструмента, и после его достижения и пробоя определенного экстремума, крупного, мы включаем сетку на коррекцию, вот все, надо вам это все дело разделить в голове, это два отдельных метода, представьте, что вы торгуете на двух отдельных счетах, их нельзя скрещивать, так, ИП пиломатериалы, оптовики собираются, здравствуйте, Андрей, вопрос про разгон депозиций, сколько времени занимает разгон от 1000 до 10 тысяч, какие валютные пары корректно торгуют по вашей стратегии, я ответил, это евро-доллар и золото, разгон от 1000 до 10 тысяч, ну, вот у меня был разгон сильный, где-то от 15 до 270 разгонял, это было полгода, вот, так вот, да, но на самом деле, вот, по-разному может быть, вы можете попасть в какую-то трендовую фазу, и сидеть без сделок, вот, потому что, ну, мы в тренде ничего не торгуем, так, такая система, с другой стороны, опять же, возвращаясь к симулятору, ставьте симулятор и проверьте, как, как идет разгон, и все, да, у вас периодически не будет сделок, периодически их будет много, но в среднем это, в среднем, ну, в месяц, две-три хорошие дневные идеи, не каждая, которая пойдет, вот, поэтому, я всех отправляю в симуляторы, только там вы обретете уверенность, так, крипто, спасибо за обзор, индекс NASDAQ, тоже нужно добавить в обзор, тоже весьма интересно, для налогов снижение, на 15 тысяч пунктов заметил крипто, давайте завтра его добавим, тест, спасибо за обзор, жду идеи по евро-доллару на укрепление, ну, вот, потихонечку идем, куку, так, что у нас, переводы, переводы, а что здесь такого нет, здравствуйте, я продавал еврокат, в пятницу, знаю, что торговлю в этот день не рекомендуется, мне следовало подождать, по крайней мере, до позднего понедельника, но жадность была очень сильной, я открыл свою позицию, стоп-лосс находится на 1,458, что бы вы об этом думаете, дорогой кока, дорогой вы мой кока, начну я так, зачем торговать еврокат, а, еврокат, я понял, еврокат ланги, так, знаю, что торговал этот день, рекомендуется, и мне следовало подождать, по крайней мере, а, продавал еврокат, продавал еврокат, зачем, зачем вы продавали еврокат, у нас же, у нас такой инструмент был, да, и у нас по нему должны быть исключительно ланги, ланги, так, еврокат, вот он, у нас по нему ланги, я на каждом, на каждом нашем обзоре говорил, что этот инструмент сеточный, его нужно торговать сетками, посмотрите, здесь нет теханализа, это просто инструмент кошмар аналитика, у нас есть, вот он, хороший проход вниз, есть пробой минимум, 18 тысяч пунктов, какие шарты здесь могут быть, только ланги набираем на коррекции, это 20-тысячник, как вы, вот вы смотрите меня каждый день, как вы можете его продавать, это же невероятно, поймите, невероятно, и какие, если вы работаете с сетками, с сетками, то есть вы рассчитываете на проход, на проход против себя, до 5-6 тысяч пунктов, это для вас должно быть нормальным, понимаете, если вы там кинули одну сделку, вы можете вообще не ставить стопа, вы можете поставить стоп, если наберете там 5-7-10 сделок, тогда вы понимаете нагрузку, да, ну опять же расчетно, но вы работаете односторонней методикой, односторонней, еще и со стопом в инструменте, который для этого не предназначен, я не понимаю, почему так происходит, объясните, почему вы продавали еврокат, я понимаю там жадности, все такое, причина, в рамках какой стратегии, вы его продавали, от 14.45 до 14.18, почему до 14.18, что там на этом уровне находится, ну я так понимаю, цена росла, а вы продавали, почему, увидели здесь площадки какие-то, или что, в чем, в чем фишка, 14.45, ну я не знаю, ну это дичь какая-то, как, ну можно комментировать, объясните, в рамках какой стратегии, вы совершали конкретно, вот эти действия, потому что я это объяснить не могу, Борис Бейкер, Сильвер оставила площадку на 93, давайте посмотрим, Сильвер по 93, по 93, по 93, но мы сейчас стоим 23, у вас 93, где, а, не знаю, где, ну вот Сильвер, вот, вся его история, мы максимально стоили 50, где 93, я не знаю, как, как понять, где 93, может быть там 23, 93, 22, 93, я не знаю, ну здесь пробой, ну вот, вот была площадочка, вот здесь, я так понимаю, 22, 93, наверное так, да, ну, ее в пятницу здесь сняли, я не знаю, может быть на фьючах не сняли, но здесь сняли, поэтому не знаю, что ответить вам, Андрей, так, буду открываться по моей партнерочке, ну, слава Богу, Андрей, как там еще с Рибэй, там, все в порядке с Рибэй, там, все в порядке, работал с разными гамбургерами, да, ну, да, да, здорово, работали, хорошо, опыт цен ошибок трудных, ремикс Алба, рубль летит, да, да, ну, люблю посмеяться над нашими финансистами, так, насчет турецкой лиры, Эрдоган знал, что понижение процентной ставки придет к ослаблению лиры, но, несмотря на то, решил, как он сказал, пойти по новому пути, ну, это, понимаете, как вот в советское время, вот, ну, я имею в виду, со времен появления Советского Союза, Ленина, да, вот не было у нас социалистического пути, но Ленин решил пойти по этому пути, ну, вот, решили провести такой эксперимент, ну, закончился он вот так, Эрдоган решил тоже что-то открыть новое в финансовом мире, видите, да, что получается, вот эти авторитарные все истории, они плохо заканчиваются, что мнение одного человека, нет конкуренции, нет нормальных специалистов, все сидят, либо присели, либо собираются сесть, все это опасно, к сожалению, для экономики, как видите, многие заводы стали, будут закрываться, страна летит, да, ну, поймите, мы спекулянты, вот все вот эти истории, там, хороший Эрдоган плохой, что он там творит, все это классно, наша задача заработать денег, и, к сожалению, нам не дали заработать денег, так как можно было это сделать, я показывал, по лире, с другой стороны, с другой стороны, опять же, как спекулянты, мы можем этим воспользоваться, полететь, отдыхнуть на халяву практически, на обвале, я думаю, что это отразится, просто дешевым отдыхом в Турции, почему нет, я смотрю только с позиции спекулянта, мне вот эти все сочувствия кому-то, для чего-то, абсолютно не нужны, моя задача заработать денег, либо дать какие-то сигналы для тех, чтобы другие люди заработали, в частности, клиенты Инстафорекс, судьбы авторитарных правителей, мне абсолютно неинтересны, так, огонь, реально мой человек, так, отлично, напоминаю, друзья мои, что на YouTube-канале Инстафорекс есть целый плейлист, который называется «Мастер-классы», находится он вот здесь, в плейлисте, вот здесь он у меня на первом месте, здесь находятся шесть моих произведений, которые я генерирую, каждый четверг, и в этот четверг, я надеюсь, Бог даст, появится еще один мастер-класс, крайний из них, он у нас был, секреты, что там, крайний у нас был, разгон депозита, друзья мои, внимательно ознакомьтесь, потому что, на мой взгляд, это единственный, правильный путь, для наращивания депозита, и я этим пользуюсь, пользуются мои последователи, рекомендую ознакомиться, несколько раз просмотреть, и проверить это дело в симуляторе, все это делается исключительно, на благо клиентов, Инстафорекс, для поднятия имиджа, этой компании, которая мне нравится, с которой я уже, второй десяток лет сотрудничаю, в разных сферах, ну и торгую в том числе, напоминаю, что, что, сегодня вечером, масса, масса заявлений, различных политиков, финансистов, начиная с 18.00, поэтому, волатильность будет вечером, подготовьтесь к ней, как следует, понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии, и до встречи завтра утром, на очередном обзоре для Инстафорекс, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok,